Итак, ну что ж, Ария Рума, они маленькие любители покушать у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем с вами проходить такой увлекательный мод, как Пиксельмон. Я напоминаю, что мы с вами остановились примерно на том моменте, где я и нахожусь сейчас, то есть мы у себя дома и готовы выполнять все квесты или не квесты и все то, что предложит нам сама игра. Но прежде я бы хотел заняться, в принципе, планом на эту серию, а в планах у меня это заняться размножением покемонов. Я напомню то, что у меня в ПК лежат много покемонов, которые готовы к выведению и размножению, и в принципе с ними можно было бы что-то придумать. Например, это те самые Иви и, например, те самые Пикачу и Электробазы. Если я все правильно помню, то нужно для этого как раз-таки вот этот самый ранчо-блок. Для него нужен еще цветочный горшок, поршень и наш ПК. То есть его нужно сначала сделать, и уже с ним что-то пытаться другое придумать. Давайте его скрафтим, в принципе, крафт у него до ужаса простой. Заодно у нас есть там небольшое достижение касательно крафта ПК, и заново, пожалуй, его придется мне скрафтить. Ну и пока все равно у нас готовят различного рода продукты. Для нашего Звелиуса у меня готова уже рарная конфетка, которая способна будет поднять ему уровень буквально без битв. И как только я ему ее скармливаю, мы можем видеть, как наш покемон начинает эволюцию. На 64 уровне наш Звелиус эволюционирует в Гидрогена. Буду я его именно так называть, и посмотрите, что это такое. Это ганский, троголовый, суперский дракон. Правда, больше его центральная голова напоминает мне какой-то цветок, но от этого он менее превосходным не становится. И замечательным образом ранчо-блок я тоже у нас крафчил. Так, теперь я размещаю этот ранчо-блок. И мы видим замечательно здесь примерно пространство, где должны будут размещены у нас блоки специальных типов. Здесь я размещаю, для начала давайте покемона Иви девочку и покемона Иви мальчика. И теперь, если я все правильно помню, мне здесь нужно разместить именно белую шерсть, вот на этих вот блоках. Влаго я для этого побегал уже за кадром и надыбал два стака примерно белой шерсти. Ну и прежде чем продолжать начинать наш видеоролик, мне хотелось бы продолжить традицию нашего небольшого интерактива. А именно это касается того, что в прошлой серии я у вас спрашивал, что это за покемон. И правильно ответил этот человек с вот этим комментарием. И звать теперь нашего Черезарда будут именно так. Ну и для продолжения подобной традиции, мне хотелось бы у вас спросить, что это за покемон. Ну и человек, который первый укажет его имя, сможет дать ему собственное. Ну а также хочется выразить благодарность всем людям, которые пытались угадать имя этого Черезарда и угадывали его. Ну а также благодарность хотелось бы выразить в принципе всем тем людям, которые оставляли комментарии под прошлым видеороликом. С интерактивом у меня пока все, ну а вы продолжайте просмотр. Размещаясь, ну по идее я белую шерсть везде, где только это нужно, разместил. И рано или поздно из этих вот двух покемонов у нас здесь появится яичко. И я очень надеюсь, что я все сделал правильно и к концу этой серии у меня точно получится сделать здесь вот полностью яйцо, которое нам так нужно. Ну и в принципе, чтобы пока что не ждать, чтобы просто так время не терять, мы можем с вами повыполнять какого-либо различного рода ачивки. Например, я здесь где-то видел NPC с красным восклицательным знаком над головой, вот примерно ты, да, привет. Она мне рассказала про какого-то легендарного покемона птицу и дала связанный с этим специальный квест. Победить страйкового покемона. Но прежде у меня есть другие типы ачивок, например, электрический орел, которым я должен найти орбу. Только бы я его не искал, мне его найти пока не удается, но я думаю, что рано или поздно мы с вами это сделаем. Но есть у меня тут ачивка, которая гласит нам победить 3 водяных типа покемонов. С этим, я думаю, мы слегка справимся и пойдем сейчас ее выполнять. Ну и чтобы бегать не просто так, мы заодно возьмем с собой парочку покемонов, которых можно было бы сейчас проапгрейдить. Например, мы возьмем с собой Чиспина, которая имеет классные эволюции, который будет очень нам полезен в будущем на своей финальной стадии. Возможно, даже он будет у нас в основной команде. Замечательным образом я выполнил эту ачивку и получил даже какое-то зелье за это. Следующая наша ачивка гласит нам, что мы должны скрафтить грейдбол. Почему-то все меньше и меньше мне получается не крафтить типа кибола, но раз того требует ачивка, почему бы и нет. Так, грейдбол я у нас замечательным образом тоже скрафтил. Теперь у нас появилось задание по крафту ультрабола. Я понимаю, эти сейчас все задания будут по крафту именно каких-то конкретных мячиков. Ну ладно. И ультрабол я тоже у нас скрафтил. Здравствуйте. Затсан был заспаунен у нас в нашем биоме 70 уровня. Я, естественно, его буду ловить на мастербол, который, по идее, у нас здесь есть в единственном изыкляре у нас в рюкзаке. Это просто невероятное везение. Давай вперед. Я надеюсь, что я тебя поймаю. Хотя тут качрейт стопроцентный, но все же. Есть какое-то небольшое волнение, то что он все-таки может не пойматься. Но он у нас замечательным образом словился. Мы даже умудрились к кому-то уровню качнуть. И привет. Что ты из себя такое представляешь? Их, какой ты величественный. Затсан. Надо будет по тебе что-нибудь поподробнее раскопать, нежели вообще ничего о тебе не знаю. Посмотрите, у нас вторая, получается, версия Затсана. Коронованный Затсан. Он держит как раз у себя во рту меч вот этого длины. Он просто величественный. Надо будет поподробнее о нем потом почитать. И будет, надеюсь, это очень интересно. Мне бы хотелось бы заодно узнать, что у тебя по способностям. Железная голова, металлический клык, слэш и байт. При том, что у тебя феерический тип. Я скажу так, что это достаточно сильный покемон. И идет он в копилку наших всех сильных покемонов. Погоди. У тебя даже что-то в руках? Смотрите. У него в руках был вот этот вот маленький Растрисворд. И как только я ему даю, он становится коронованным, хотел я сказать. Нет, он перестал быть коронованным. Что? Я тебя слабал. Не так. А, это мегаэволюция, что ли? Ого. Это мегаэволюция, типа, у него такая. А без эволюции он выглядит именно так. Все с тобой понятно, братан. И я рад то, что мы смогли с вами его поймать. Но, к сожалению, мастер-болы у нас закончились. Нужно каким-нибудь способом искать изумруды для того, чтобы их купить. Или каким-нибудь образом отыскать. Теперь у нас есть как раз таки задание на то, чтобы отыскать мастер-бол. И что же мы видим по сложившейся ситуации? И у нас в достижении найти мастер-бол, победить 52 покемона и поймать 24 покемона. А также поймать шайни покемона, если его сможем найти. И победить какого-то страйка. Все это я абсолютно без понятия, где находится. Единственное, у меня выход из сложившейся ситуации начинать бегать по различным нашим биому и искать это все. Если, конечно, мы сможем это все отыскать. Я постараюсь бежать максимально медленно. И постараюсь драться со всеми покемонами, которых я смогу только найти. Для того, чтобы выполнить вот эту вот ачивку на 52 покемона. Заодно попробую всех тех покемонов, которые у меня есть сейчас, раскачать. Замечательно, пока я тут сражался, наш Чи Спинн начинает эволюционировать. И эволюционирует у нас во вторую свою форму. Его зовут теперь Куалидин. Вы не смотрите на то, что он такой маленький и красивенький. Его финальная эволюция заставит вас ахнуть только так. Я умудрился тут найти и поймать покемона Рукиди. Он имеет теперь кличку Спящий Рукиди. Еще я поймал нового покемона Спинда, который выглядит как маленький няшный зайчик. Ну и следующий покемон, который попадает к нам в команду, это покемон Орикорил. Маленькая няшная птичка. На удивление огненного типа, сейчас же я нахожусь в биомии болотом. И здесь я умудрюся поймать Шелмета. И стоило буквально мне на секунду прийти домой. Мы можем наблюдать то, что наши Иви полюбили друг друга и уже снесли нам яичко. Это же так мило. Давайте его заберем. И мы можем наблюдать у тебя в инвентаре яичко. Яичко Иви, и рано или поздно из него оно появится. И это очень суперски и очень классно. Я думаю то, что нужно его побыстрее вырасти. Для этого, насколько я знаю, нужны специального типа покемоны. Например, Эмбуар с обилкой Блейз может способствовать росту нашего яйца. Он будет его подогревать и оно будет расти быстрее. И рано или поздно Иви у нас вылупится. Думаю, к следующей серии я подготовлю здесь еще одно, скорее всего, поле. Вот такого же растения и такого же поля для размножения. И уже получается на новом нашем поле я буду производить и размножать вот этих вот двух наших новых покемонов. Я думаю то, что Иви здесь оставлю, так как мне Иви потребуется очень большое количество. И пускай они, пожалуй, здесь сравножаются. Ну а я тем временем, пожалуй, побегу снова. И не знаю пока, куда я побегу. Но желательно не исследованы еще пока что земли. И кстати, вот один из этих покемонов, которого я когда-то поймал, но не показал на серию, как его поймал. И вот я его здесь нашел, на удивление. Привет, можно сказать, что брат. Почти что. Я нашел тоже еще одного летающего покемона, который здесь парил и находился до этого у меня недосягаемость. Имя этому покемону Дрифлун. Маленький гняшный шарик. А это будет интересно. Тренер 70 уровня. По такому случаю я, пожалуй, даже подготовлюсь немножечко. Возьму, пожалуй, себе вот нашу компашку. Ну примерно более-менее сильных и, главное, раскачанных покемонов. И что ж, вперед в атаку. Так, у тебя первый покемон Чермелеон 69 уровня охранять. Дверь какой-то. А, у тебя всего один был Чермелеон такого уровня? Ладно. Я-то набрал команду, надежде на то, что у тебя больше покемонов. Но, тем не менее, зато мы смогли победить тренера. Ну и следующим покемоном в нашей копилке стал Экзекьют. И сразу после мы ловим маленькую белочку, которую зовут Гридент. И замечательно, как только я ловлю Волобита, я выполняю наше задание, падающие звезды. И мне остается только вернуться к профессору. Как только я вернулся домой, у нас это яйцо не закончилось. У нас уже новое есть яйцо от Иви. Как я понимаю, совершенно случайный покебол для этого яйца нам дается. Но ничего страшного. Думаю, в этом даже есть какая-то польза. Так, мы возвращаемся к нашему профессору, который давал это задание. И следующее задание, которое связано с этим квестом. Он дает мне победить 25 тренеров. Это будет гораздо сложнее. Но думаю, что мы справимся с вами. Наконец-то. Наконец-то я нашел орб. Хотя бы какой-то, хотя бы просто банальный, вообще бескакойный орб. И это невероятное везение. И последний, наконец-таки. Вот все карты сошлись. Последний финальный тренер покемонов, который я искал. 25 надо было их всего. Но я большую часть нафармил, на самом деле, вот он подобного типа гиммах. Я не доходил до финального и не убивал финального босса. Потому что это самое интересное. И самое интересное нужно делать на камеру. И когда уже мы пойдем основным рейдом по всем таким вот заведениям. Что ж, босс, привет, встречай меня. Мы готовы тебя убивать. Замечательно. И тут даже настолько все сошлось, что у нашего Куалиона начинается эволюция. И мы одновременно еще и квест выполнили. И орб нашли. Просто что-то какие-то... Все карты сошлись, которые можно было бы найти. И наш Куалион эволюционирует на этом моменте в нашего Чеспина. Выглядит он естественно. Естественно, просто как маленькая няшная черепашка и бурндучок одновременно. И выглядит он просто невероятно классно. И естественно то, что он отправляется ко всем остальным нашим травяным покемонам. А я эти времена и отправляюсь домой. Кто вы мне на это скажете? А, ничего, да? Абсолютно ничего ты мне на это не скажешь. Да, понятно. А на голову хотя бы не знаю, вкусняшку какую-нибудь дать. Я тебе тут квест выполняю, если что. Ах! Ну а на этом пока все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся. Продолжение следует.